Встроенные колонны по памятным улицам города в честь празднования Дня Великой Победы члены Союза машиностроителей России и Всероссийского физкультурно-спортивного общества Трудовые резервы организовали благотворительный автопробег. Из-за пандемии праздничные мероприятия перенесли, но от традиционной акции активисты отказаться не смогли. Вооружились средствами индивидуальной защиты и отправились в путь. Сигнал машин раздавался по всей округе. Колонна с пестрыми флагами проследовала по улицам Засвияжского района. Особое внимание магистралям, названным в честь участников Великой Отечественной войны. К празднику здесь готовились заранее. Вся страна, весь мир и наш регион, и наш Засвияжский район отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы постарались, команды Засвияжского района, сделать все возможное и невозможно, чтобы подготовить наш район к этому замечательному празднику. Мы привели в порядок все памятники, привели в порядок захоронения. Заранее готовились и организаторы благотворительного автопробега. Собирали продуктовые наборы и вручали их ветеранам. А в День Великой Победы подарили праздник всем жителям города. Нас увидят все из окон, с балконов. Для того, чтобы у тех людей, которые сегодня вынуждены оставаться дома, все-таки сложилось чувство Великого Праздника, Праздника Победы. И чтобы каждый не остался в стороне. Прикоснуться к истории и отдать Дань памяти героям в этот день смогли и близкие фронтовиков. Каждый год День Победы семья Вуроновых отмечала участие в народном шествии бессмертного полка. А услышав об автопробеге, решили присоединиться всей семьей. У меня воевал дедушка. Он был в Москве. В то время они защищали Москву. И он мне рассказывал, как они тушили авиабомбы. Как залазили по крышам, тушили авиабомбы. У меня дедушка ушел на фронт в 18 лет. Несмотря на то, что у него была бронь, как у тракториста в деревне. Прошел всю войну, вернулся домой. Я его очень любила. Мы всегда будем нашим детям рассказывать о наших предках. Чтить память погибших героев, помогать ныне здравствующим ветеранам, вспоминать о великом подвиге нашего народа можно и нужно не только 9 мая. В наших силах сделать все, считают организаторы акции, чтобы через века наши дети и внуки могли с гордостью сказать заветные слова. Никто не забыт, ничто не забыто. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск.